Паромное и авиасообщение между Приморьем и Южной Кореей планируется активно развивать после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи губернатора края и генерального консула Республики Корея во Владивостоке. Работает паромная переправа, она пользуется успехом. Может быть, нам есть смысл подумать и арендовать суда для расширения и туристических, культурных, гуманитарных обменов между нашими государствами. Вместе с тем отсутствие прямых авиарейсов сдерживает потенциал двустороннего сотрудничества. Наша компания «Российская Аврора» готова возобновить полеты из Владивостока в города Республики Корея. На протяжении нескольких месяцев мы ведем переговоры с Министерством транспорта нашей страны. Однако необходимо одобрение со стороны Кореи, со стороны правительства Республики Корея. Также губернатор уделил большое внимание вопросам, связанным с сотрудничеством в сфере сельского хозяйства. Готовы к сотрудничеству в области сельского хозяйства. Здесь успешно работает компания «Лота» по выращиванию зерновых культур, строит элеватор, расширяет возможности для экспорта зерна и сои. И мы готовы также посмотреть и предоставить участки под выращивание риса в соответствии с вашими технологиями, а также возможности для строительства элеваторных комплексов, для развития портового хозяйства и увеличения объемов экспорта. Генеральный консул со своей стороны поблагодарил губернатора за большой интерес к развитию отношений между Приморским краем и Республикой Корея. До начала пандемии наши отношения активно развивались и теперь из-за сложного международного положения наши обмены в какой-то степени сократились. Уверен, наши отношения еще будут активно развиваться, поскольку есть потенциал для такого развития и самое главное, есть интерес друг к другу, заявил Хабен Кю. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.